МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ЛРТ-программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Есть вопросы, потому что и бурьяны есть, и травы, скажем, не везде покошены, и ямы есть на проезжей части. Уже традиционный велообъезд глава округа совершил по поселку Красково. Я действительно счастлив от того, что у нас в нашем православном календаре есть такой праздник. День семьи, любви и верности отметили жители Люберец. Программа лояльности включает подмосковные лагеря стационарного действия. Отправить ребенка в лагерь и получить кэшбэк. Об этом расскажет Луиза Егезарян. Цвет надежды, верности, любви, вдохновения. Символ глубины и высоты. Про сказочный мир искусства и новую выставку в картинной галерее смотрите в финале выпуска. А теперь подробнее об этих и других новостях. В администрации городского округа состоялось еженедельное оперативное совещание. Руководители управления представили свои отчеты о проделанной работе главе Люберец. Подробнее смотрите в сюжете. Ежедневно сотрудники управляющих компаний дезинфицируют подъезды. Работы проводят в связи с увеличением числа пациентов с коронавирусом в Люберцах. Убедительная просьба жителей работы по подъездам, где вы видите некачественную дезинфекцию той или иной управляющей компании. Пожалуйста, мы присутствуем все в соцсетях, обращайтесь к нам. И у нас принят такой порядок, что управляющая компания, где указаны недочеты, тут же выезжают, устраняют данные недочеты. Продолжаются работы по благоустройству придомовых территорий. С 28 июня по 4 июля из дворов вывезли около 315 кубических метров мусора. Ежедневно проводятся работы по покосу травы. Выполнены работы по санитарной опиловке 42 и вырубке 38 деревьев. На дворовых территориях в силу управляющих организаций проводится ямочный ремонт. Устранено 86 ям общей площадью более 400 квадратных метров. За прошедшую неделю дорожники устранили 22 ямы. Общая площадь ремонта – 26 квадратных метров. Айтад Шчерагова, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Округ продолжает готовиться к отопительному периоду. Подготовительные работы выполнены почти на 40%. На улице 3-го интернационала ремонтируют водозаборный узел. Он обслуживает 10 тысяч жителей северной части Люберец. Вызыв номер 16 не обновлялся с 1965 года. Реконструкцию начали в мае 2021 года. Обновляются все технологическое оборудование и помещения. На работы выделено около 30 миллионов рублей в рамках инвестиционной программы Люберецкого водоканала. По плану, я думаю, что мы где-то в сентябре месяце завершим данный ремонт. И стоит задача, чтобы не только зимой, но и в летний период наши жители были с водой, не было бы проблем. Нет абсолютно никаких сомнений, что мы эти работы выполним в срок. На сегодняшний день в рамках реконструкции будет установлено энергосберегающее оборудование с частотными преобразователями, которое позволит, первое, обеспечить плавный пуск насосного оборудования и, прежде всего, повысить качество подаваемой услуги населению. В рамках данной реконструкции у нас планируется запитать данное ВСУ полностью московской водой. Проверка территории на велосипедах. Владимир Ружицкий совершил субботний велообъезд. На этот раз прокатились по поселку Красково. Начало маршрута – улица 2-я заводская. Мусор, некошенная трава и неаккуратные тротуары. Мелкие, на первый взгляд, недочёты портят общую картину. Твое лицо вот это. Возле дома номер 81 на улице Карла Маркса идёт благоустройство детской площадки. Новые горки уже установили. Открыть игровую зону планируют до 15 июля. Качели ещё не хватает? Да, резину и катывай. Сейчас черновой. У вас сегодня черновой и финальный тоже сегодня? Сегодня это. Черновой. Следующая точка маршрута – дом номер 63 на улице Карла Маркса. Здесь пустующее торговое помещение. Его окна исписаны вандальскими рисунками. Собственнику пристройки дали предписание об устранении нарушения. Однако творчество уличных художников уже больше года украшает главную улицу посёлка. Это видовая сторона. У жителей посёлка есть вопросы к благоустройству берега Новокросковского карьера. Строительство зоны отдыха пока не завершили. Впереди установка ограждений и лестниц. Не радует только одно – уже сейчас после работ в воде остаётся мусор. Ребята накрывают на стилы, а там не остаётся вся грязь. Всё, что вы видите, это мы всё вытаскивали из воды возле лестницы. Я думаю, что в течение пару месяцев работа здесь должна быть завершенной. Здесь будет хорошая зона для отдыха, для какого-то релакса. Также строители укрепят склоны берегов карьера, потому что грунт после ливней может пойти вниз на обустроенную зону отдыха. Вопросы у жителей возникают не только по поводу благоустройства берега. Есть вопросы, потому что и бурьяны есть, и травы, скажем, не везде покошены, и ямы есть на проезжей части. Многие же работают в Москве, все сравнивают Люберец и посёлки с Москвой. И мы должны стремиться к этому уровню. И у нас есть территории, есть некие дворы, проезды, где мы абсолютно не уступаем. Ну а ездит, требуется работа. Субботние велообъезды городского округа проводятся с 2020 года. Глава Люберец лично проверяет работу управляющих компаний и общается с жителями. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Отдых на белом песке. На центральный пляж Коренёвского карьера по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва завезли кварцевый песок. Подробнее в нашем сюжете. Почти 500 тонн белого кварцевого песка уже лежит на берегу карьера. Рабочие обустроили площадку для пляжного волейбола, футбола и детскую зону отдыха. Планируем, что окончательная цифра будет 750 тонн. Мы как только начали раскидывать песок, несколько семей попросили сохранить хотя бы одну кучу песка для того, чтобы дети играли. Сразу обратили внимание, как только песок начали завозить, дети больше времени даже проводили не в воде, как это они любят, а как раз ковырялись в кучах песка. На центральном пляже установили камеры видеонаблюдения, скамейки и раздевалки. Отдыхающие могут арендовать катамараны, лодки и доски для сапсёрфинга. Погода самая, для того, чтобы отдыхать, как-то набираться сил, чтобы люди могли как-то отдохнуть. Принято решение здесь подсыпать таким хорошим песком, очень мелкая фракция. Это, по сути, такой южный вариант. И то на югах не всегда такой песок бывает, чаще галька. До 10 июля на берегу установят надувные аттракционы, 20 лежаков и беседки. Айтадж Чирагова, Михаил Давыдов, телеканал ЛРТ. Предприятия городского округа проверяют на соблюдение меры эпидемиологической безопасности. Одна из инспекций прошла на территории индустриального парка в Октябрьске. К вопросу безопасности сотрудников и посетителей там подошли основательно. Подходите, немножко наклоняйтесь, прислоняйтесь. Новая температура. Всё, отходим. И вашу температуру высвечивает 36,0. Новое слово в эпидемиологической безопасности. Дезинфицирующая рамка автоматически измеряет температуру и за считанные секунды обеззараживает одежду, обувь и открытые участки тела. Умный прибор работает здесь уже больше года. По требованиям Роспотребнадзора потоки должны быть разделены. У нас входящие все посетители, сотрудники обязательно проходят через рамку. А выходят через разделительные ограждения. Такие серьёзные меры предприняты неспроста. На территории индустриального парка работает 330 компаний. Штат сотрудников насчитывает более полутора тысяч человек. В каждом отделе позаботились о коллективном иммунитете. В первую волну болели, во вторую, слава богу, нет. А сейчас все сделали прививки. На сегодняшний день 45% сотрудников уже прошли иммунизацию. Для их удобства в зале торгового комплекса работает пункт вакцинации. В 15-м числу мы просто уверены, что будет больше 60%. Но задача меняется. И будем стремиться, конечно, к охвату 80-90%, кроме тех, кому будет противопоказано. В целом, пандемия коронавируса никак не отразилась на работе текстильного объединения. Ни в объёме производств, ни в реализации убытков не было. Напротив, в прошлом году компания побила рекорд по продажам. Вот это предприятие, оно на сегодняшний день является градообразующим предприятием в поселке Октябрьский. Когда у нас возник вопрос о масках, о костюмах для врачей, то первый в области, кто начал производить всю необходимую продукцию, материалы, костюмы, первый в области, это был Лукьянов Сергей Николаевич. Сейчас ассортимент продукции прежний. Как и в допандемийные времена, здесь производят текстильные принадлежности. За год из-под швейных станков выпускают более 5 миллионов изделий. Уизия Игязарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. 85 лет на страже безопасности дорожного движения. 3 июля сотрудники и ветераны ГИБДД отметили профессиональный праздник. Именно в этот день, в 1936 году, была образована Государственная автомобильная инспекция МВД СССР. Как в Люберцах чествовали виновников торжества, расскажет наш корреспондент. Актовый зал наполнен цветами, подарками и грамотами. Инспекторы в белых рубашках, а на доске почёта – новые портреты. Поздравления с профессиональным праздником сотрудники ГИБДД по традиции принимают ранним утром. Несмотря на дату на календаре, несение службы никто не отменял. Служу Российской Федерации. У троих сотрудников в этот день получился двойной праздник. На погонах лейтенантов стало на одну звезду больше. Прислоено специальное звание старшего лейтенанта полиции Власкину Антону Леонидовичу. В Люберецком отделе ГИБДД более 180 инспекторов. Это аттестованные офицеры и вольнонаемные служащие. Их обязанность – обеспечивать порядок и безопасность на дорогах в любое время суток и при любых обстоятельствах. Работа достаточно напряженная, ответственная, хлопотная, непростая. И, естественно, коль вы люди в погонах и соприкасаетесь с нарушителями закона, к сожалению, бывает и такое, она опасная реально, чисто физически. Поэтому для начала я искренне хотел бы, друзья, вам пожелать, чтобы среди вас не было самое главное – физических потерь. Это очень важно и главное. Поздравления принимали не только действующие представители этой профессии, но и те, кто посвятил службе всю сознательную жизнь. Это все началось в далеких 90-х годах. Не знаю, такая настоящая мужская профессия, мне кажется, помогать людям. Не знаю, был сделан такой мной выбор. И я не сожалею, что отработал. 23,5 года. Очень было интересно, поддержив отношения с коллегами, созванивались постоянно по работе с бывшими. Профессиональный праздник – это не только повод собраться и поздравить друг друга, но и подвести промежуточные итоги и сравнить, как поменялись условия службы по сравнению с прошлыми периодами. Обеспечение техникой на высшем уровне. Получаем новые автомобили патрульные, современные мотоциклы, современные автомобили. Идем в ногу со временем. Гораздо комфортнее стало. Под ведомством Люберецкой госавтоинспекции более тысячи километров дорог и 700 пешеходных переходов ежедневно на территории пяти городских округов заступает на службу 8 нарядов ГИБДД. Уизей Геозарян, Михаил Давыдов, телеканал ЛРТ. Водитель, геодезист и юрист – все эти специальности умещаются в одной – инспектор ГИБДД. В профессиональный праздник наша съемочная группа узнала, как проходит рабочий день госинспектора. Утро инспектора ГИБДД начинается с объезда городского округа. Ямы, неправильно установленные рекламные щиты и отсутствие разметки – то, что выявляют сотрудники отделения дорожного надзора. На данном участке автомобильной дороги, видите, имеются дефекты покрытия дорожного. Вот такие дефекты нами фиксируются, мы сейчас остановимся с вами. Это дорожная рейка – измерительный прибор в обиходе не только у геодезистов, но и госинспекторов. То есть вот ее длина, да, мы меряем, что-то с нами вот так вот. И ставим толщик такой, измеряем ее глубину. Длина ямы – 1 метр 60 сантиметров, глубина – 7 сантиметров. Из-за такого дефекта может возникнуть аварийная ситуация. На устранение ямы дают 10 дней. Другое нарушение – отсутствие разметки. Измерить ширину полосы можно при помощи курвиметра. Вот на данном участке автомобильной дороги у нас присутствует факт отсутствия горизонтальной дорожной разметки. Чтобы это вот понять, нам нужно замерить, сделать замеры дороги, понять ее ширину. Ширина этого участка дороги – 9 метров. По правилам дорожного движения, если полоса превышает 3,5 метра, нужно нанести осевую разметку. Устранить это нарушение необходимо в течение 30 дней. Это кабинет, в котором Ефим Хабаров оформляет документы и общается с горожанами. На рабочем столе – фотографии его героя и профессионального вдохновителя – папы. В профессию пришел по призванию, по внутреннему убеждению, так как мой отец работал в данном подразделении. Папа приезжал домой на патрульную автомашину, будущий ребенком, мне все это нравилось. Сидел в машине. Был такой день, когда меня брал на работу, когда мама не могла со мной там посидеть. Армия, юридическое образование – хорошая работа. И вот госинспектор дошел до капитана полиции. Сын Ефима Хабарова, Тимофей, тоже мечтает стать инспектором ГИБДД, как когда-то хотел его отец. Всех своих детей обучают, вот прям с детства учу, чтобы переходили дорогу только на зеленый сигнал светофора. В большинстве случаев нарушают сами родители и подают пример детям. Дети-то они слушают нас, и преподаватели слушают, и учителей. Соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными. Этому принципу следует сам Ефим Хабаров и советует другим люберчанам. Айтад Шчерагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. День семьи, любви и верности с ромашками в руках отмечают в России 8 июля. Не остались в стороне и люберецкие супружеские пары. Праздник прошел в Центральном парке. Там побывала и наша съемочная группа. Слава тебе, Бог, на нас, слава тебе! Солю небесны! Любовь всему верит и все переносит. С этой фразой по жизни идут Виктор и Тамара Веденеевы. Супруги вместе уже 50 лет. Познакомились в электричке. Банально жили рядом, друг друга не знали. Я была очень скромная и моложе его. И поэтому, конечно, я даже не ожидала... Из поселка Родники Виктор и Тамара переехали в Люберцы. Всегда вместе переносят горе и радость. Только так может сохраниться семья. Самое главное – любви, терпения, уважения. И самое главное – уступать надо уметь. И помогать. Да, ценить друг друга. Потому что в трудные минуты у нас была такая ситуация. В 28 лет он вообще инвалидом стал. Мы выжили, справились и продолжаем жить. В Центральном парке собрались юбиляры, многодетные семьи и молодожены. Люберчан поздравили Владимир Ружицкий, Игорь Кахана и Роман Терешков. Я действительно счастлив от того, что у нас в нашем православном календаре есть такой праздник – День любви, семьи и верности. Мы открыли в свое время окно Авертона, когда мы, не помню, где-то в феврале, в середине, празднуем не наш, не родной нам праздник, не угодный Богу. Все-таки то, что угодно Богу, приносит результаты. Я единственное хотел бы пожелать люберчанам крепких семей и прожить жизнь в любви, в согласии и, главное, в здоровье. Я всех поздравляю с этим прекрасным праздником. Для меня еще, ну, конечно, любовь, верность, семья – это слова такие, знаете, ну, для меня они касаются не только семьи, потому что умеете любить семье, вы будете любить свое дело, вы будете ему преданы, вы будете любить свою родину, вы будете любить близкого. В Люберцах в 2021 году золотую свадьбу отметили три супружеские пары. Семьям вручили подарки и благодарственные письма. Айтад Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Этот же праздник отметила и супружеская пара Иван и Эмма Борисовы. Муж и жена много лет работают вместе в газете Люберецкая панорама. Чита журналистов поделилась с нами секретом, как совмещать семейную жизнь и работу. Встретились 46 лет назад и больше не расставались. Судьбоносное знакомство произошло в стенах Московского государственного университета, где студенты Ивана и Эмма готовились стать журналистами. И вот однажды на 12 этаже корпуса Б я выглянул в окно, увидел рыжее пятнышко. Потом увидел через 2-3 дня снова спустился где-то через неделю. Это была Эмма. Познакомился. И с тех пор между нами какая-то искра проскальзнула, и мы стали дружить. И вот однажды, как раз весна, май, конец мая, он приехал в гости к нам в общежитие. И у него полный чемодан. Я говорю, ты что там такой, как сундук такой везешь? Он его открывает, а этот весь чемодан полон ландышей. Цветы стали знаком для девушки, что Иван Борисов именно тот, кто ей нужен. После окончания учебы молодые расписались в знаменитом Грибоедовском ЗАГСе. Невесте было 22, жениху 27. Поселились в небольшом доме в поселке Красково. Приютила Люберецкая земля, приютила поселок Красково. Мы жили некоторое время в этом доме. Потом на этом месте была построена гимназия номер 56, а нам дали квартиру. Вот у нас уже были дети, двое детей, два мальчика. Сыновья Александр и Алексей выросли и создали свои семьи. Сейчас у Борисовых старших трое внуков. Советов о семейной жизни сыновьям родители не дают. Говорят, что лучший совет – личный пример. Семейные отношения у нас, я считаю, очень крепкие. Очень дружно мы живем все между собой. Лето считается, вот это время встреч. Супругов всегда объединял общий профессиональный интерес – журналистика. Долгое время работали порознь, а только 10 лет назад стали вместе трудиться в газете «Люберецкая панорама». И вот последние годы мы работаем вместе, тандемом, понимаем друг друга с полуслова. Вот он в разных кабинетах, вот он из своего кабинета скажет мне там, чего-то не хватает, надо подрубить хвост, большой материал не лезет. Сообща решают и рабочие вопросы, и семейные. Во всем стараются находить компромисс, сохранять взаимоуважение. Когда рабочий день заканчивается, мы переключаемся стопроцентно на семейные дела, на игры с внуком, с одним, вторым, третьим. Сейчас уже мы прошли все тернии, как говорится. Кризисов не было. Вот то, что на грани развода. Я вообще не приемлю в семейной жизни разводы. Если ты выбрал спутницу жизни, будь верен, будь добр до конца. По признанию семьи Борисовых, терпение и умение прощать – основа их крепких отношений. В следующем году им предстоит отметить 45-ю годовщину свадьбы – Сапфировую. А там и золотая не за горами. Завершился весенний призыв в армию. Городской округ выполнил план призывной кампании в полном объеме. А новобранцы уже отправились в места несения службы. С каким настроением люберецкие призывники вступают в новый жизненный этап, расскажет наш корреспондент. Просто шок. Потому что не верю еще. Вот завтра будет хуже. Завтра будет уже потяжелее. Пока девушки, родители и друзья волнуются перед военкоматом, по ту сторону забора новобранцы уверенно стоят по стойке смирно в предвкушении нового этапа жизни. Азарт и бодрость за осознание, что ждет впереди, интерес, что может вообще произойти. В конце концов, это тоже своего рода школа жизни. Напутствие молодым ребятам дали те, кто уже прошел эту школу жизни. Знает секреты успешного прохождения службы и ощутил на себе перемены после армии. В свое время я тоже призывался, правда, с Одинцова. И это все помню, потому что есть некие моменты, которые человек запоминает на всю жизнь. Все парни, которые служили в армии, они немножко другие своих сверстников. В это по жизни потом заметите. Потому что именно поймете, что такое мужская дружба, ответственность. Без подготовки в военном коллективе авторитета не получить. Нужна хорошая обученность. Почему? Да потому что от обученности каждого из вас слагается боевая готовность. Экипажа, танка, орудийного расчета, расчета пусковой установки. Это очень важно. Люберецких юношей направят сухопутные, воздушно-десантные, радиотехнические, воздушно-космические войска, а также военно-морской флот и федеральную службу войск национальной гвардии. Двое призывников будут проходить службу в научной роте. Сто баллов за знание и упорство. Выпускникам школ стали известны результаты единого государственного экзамена по русскому языку и химии. В Люберцах по этим предметам сто баллов получили пять человек. О том, как сдать успешно главный экзамен без репетитора, узнала Айтар Шчерагова. Сто баллов по химии. Долгожданные слова. Этот момент выпускница Алина Карелина помнит смутно. В голове было одно. Главный экзамен позади. В начале года я писала пробники на 39. Мне было очень стыдно говорить этот результат. Приходилось разбирать какие-то темы, которые непонятные, какие-то очень сложные задания, задачи, постоянно все нарешивать. И причем, если нет постоянной практики, оно действительно забывается. Приходилось жертвовать иногда сном, едой, не знаю. Но оно того стоит, потому что я действительно этим увлечена. Так выглядит тетрадь человека, который ежедневно изучает любимый предмет. Впереди поступление в Российский химико-технологический университет имени Менделеева. Отвлечься от учебы помогает Хэквондо. Им Алина занимается пять лет. В мае сдала экзамены на черный пояс. Нельзя постоянно умственной только работой заниматься. И нужно как-то давать себе отдых такой. Бывает, настолько уже устаешь от вот этой рутины, когда ты одно и то же в течение года нарешиваешь. И после тренировки у тебя как будто перезагружается мозг. Все равно смена деятельности какая-то, смена обстановки, и она всегда полезна. Спортсменка, отличница и просто красавица. С пробных 39 перейти на финальные 100 баллов помогла учитель Ирина Колчанова. Мне очень приятно, что ты достигла таких высоких результатов. Я знаю, что ты мечтаешь стать ученым-химиком. Ты справишься, у тебя есть интерес к этому предмету. Алина готовилась к экзамену без репетиторов. Усидчивость, трудолюбие и спортивный характер – то, что помогло выпускнице достичь высоких результатов и получить золотую медаль. Результат Алины говорит о том, что можно работать без репетитора. Потому что учитель в школе, он, в общем-то, грамотный человек. Он в своем предмете обычно профессионал. И поэтому, если прислушаться к рекомендациям учителя, то можно достичь высоких результатов. Рубен Сурмалян успешно сдал ЕГЭ по русскому языку. Помогли упорство и педагог Инна Мусиева. Рубен, поздравляю тебя с твоей маленькой победой. Поздравляю себя, что вот этот первый этап пройден. И пройден очень неплохо. Дай Бог, чтобы ты поступил туда, куда ты хочешь. И жизнь своя сложилась удачно. Отличительная черта Рубена – самодисциплина. Благодаря ей выпускник окончил гимназию с золотой медалью и попал в список стобальников. Планирую поступить в финансовый университет при правительстве. Я наслышан об этом университете, что там перспективное трудоустройство, и хорошие преподаватели. И слышал много рекомендаций. Несмотря на высокий результат по гуманитарному предмету, Рубен хочет стать экономистом и связать свою жизнь с цифрами. Любовь к математике передала мама. У меня трое детей. Они все разные по характеру. Рубен более самостоятельный. Он очень телеустремленный, сильный по характеру. Сила духа у Рубена развивалась во время занятий футболом и карате. Выпускник получал призы на областных соревнованиях. Сейчас каждый день делает не только умственную зарядку, но и физическую. Спорт влияет на мозговую деятельность, но профессиональный спорт занимает много времени. Можно даже губительно повлиять на здоровье в некоторых случаях. Люберецкие стобальники доказали – главное – это спортивный характер, самодисциплина и хорошие педагоги. В России увеличили период действия программы детского туристического кэшбэка. Родители могут вернуть половину стоимости путевки в летний лагерь. Как получить компенсацию и кто может рассчитывать на нее, разбиралась Луиза Язарян. Пока ребенок наслаждается морем, мама уже получила обратно половину потраченных денег. О детском туристическом кэшбэке Юлия Косач узнала случайно, когда выбирала летний лагерь для дочери. Компенсация пришла на пятый день после оплаты путевки. Цена путевки получилась у нас 47 тысяч рублей. И с учетом кэшбэка 50%, но не более 20 тысяч рублей, путевочка обошлась в 27 тысяч рублей три недели на море. Я считаю, что это просто замечательно. Кэшбэк гарантирован только в том случае, если путевка оплачена картой МИР. Важно, чтобы она была зарегистрирована в программе лояльности на сайте МИР путешествий. Покупка должна пройти в период с 25 мая по 31 августа. Родители, которые приобрели путевку раньше, тоже могут рассчитывать на частичную компенсацию расходов. Программа лояльности включает подмосковные лагеря стационарного действия. Поэтому все родители, которые приобрели путевки в лагеря в Подмосковье, могут получить этот кэшбэк, если они оплатили данную услугу до 25 мая. Для этого необходимо написать заявление на госуслугах, указать данные из договора путевки и прикрепить чек об оплате. Деньги вернутся автоматически на карту МИР. Если путевку частично оплатил работодатель и родители, то кэшбэка в этом случае не будет. Еще одно важное уточнение – отдых должен проходить до 15 сентября этого года. Если в семье несколько детей отправились на отдых, кэшбэк придет на каждого ребенка. Счастливые дети и родители, и семейный бюджет при этом не пострадал. Давай, до скорой встречи. Пока-пока. С июля по декабрь этого года Кэшбэк в размере 1% могут получить жители Люберец за оплату коммунальных услуг. Главное условие – произвести платеж по карте МИР онлайн. 1% будет начислен от суммы коммунального платежа. Для этого до оплаты квитанции нужно зарегистрировать банковскую карту МИР в программе «Лояльность» на сайте приветмир.ру либо в личном кабинете Мособл ЕРЦ онлайн. Компенсация поступит на карту в течение 5-7 дней. По всем вопросам можно обращаться в службу поддержки по телефону 8 800 154 64 или на электронную почту. Напомню, это второе предложение для клиентов Единого информационно-расчетного центра. В мае стартовала акция «Коммунальный бонус». Благодаря ей люберчане за своевременную оплату коммунальных услуг смогли получить бонусы от партнеров программы. Парад красоты прошел в Люберцах в минувшие выходные. Девушки из разных городов Подмосковья приняли участие. В празднике на нем побывали и мы. Платье и хорошее настроение – главные условия участия в параде красоты. Екатерина Прибиткова – мама пятерых детей и бизнес-леди на празднике впервые. Вместе с ней ее группа поддержки – супруг и дети. Это интересное мероприятие и для детей весело, мне кажется. У меня хорошее настроение, хорошая погода сегодня. Все дети радостные, счастливые. Мы все с семьей пришли отдыхать. Рада жена, счастлива семья. В стройной колонной участницы парада прошли от главного входа центрального парка до сцены, где девушек встречал духовой оркестр. Всего в этом году было 30 участниц из разных городов Московской области. Из Люберец – 7 представительниц. Здесь мы чествуем вообще красоту. Мы хотели донести, чтобы они чаще обращали на себя внимание, как они выглядят, чтобы чаще наряжались, чтобы ходили в парки красивые. Парад красоты – это день в середине лета, день красоты, день, когда женщина может, наверное, своим существом и своей красотой радовать всех. Парад красоты – это не соревнование, в нем все победительницы. Радовали своей красотой как девушки, так и замужние женщины. Пока мамы наслаждались праздником, дети играли с аниматором. Для участницы гостей прошел мастер-класс по танго. Меня пригласила подруга, и вот я решила за компанией сходить, посмотреть, что это за парад, что здесь интересного происходит. И как вам? Очень нравится. Здесь еще больше, ты можешь встретить таких людей, и это очень важно, я считаю. И на самом деле самооценка женская очень даже повышается. Так что мужчины поддерживайте тоже женщин. Парад красоты проходит в Люберцах уже второй раз. В планах организаторов сделать его ежегодным. Анна Слайковская, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В картинной галерее открылась выставка «Магия синего». Неосериализм и фантастический реализм – направления, в которых пишет Татьяна Кузнецова. Волшебные миры, сказки и мифические герои вдохновляют художницу. В фантастических образах таится страсть. Проявить ее Татьяне Кузнецовой помогают испанские танцы и музыка. «Фламенко – это тоже такой глубокий танец. Он страсть проявляет внешне, а в моих картинах она где-то глубоко внутри. Потому что зрители, в общем-то, подолгу стоят у картин, рассматривают их подробно, что-то пытаются для себя узнать, увидеть». Особую роль в жизни и творчестве художницы играет синий цвет. Звездное небо и вода. Глядя на них, Татьяна Кузнецова создает пейзажи. «Цвет надежды, верности, любви, вдохновения, символ глубины и высоты. Самое красивое, на мой взгляд, это синего цвета все». На выставке представлены не только картины, но и украшения ручной работы. Посетить «Магию синего» можно бесплатно до 28 августа. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы можете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова